Привет, друзья! С вами компьютерный портал f1cd.ru. Предлагаем вашему вниманию обзор компьютерной мыши Afotec Bloody R8A. Корпус модели имеет практически симметричную форму, что за исключением боковых кнопок позволяет пользоваться мышкой или вшам и правшам. Вместе с покрытием soft-touch на верхнюю панель нанесено художественное изображение с черепами, а боковины и дно имеют мелкую матовую текстуру. Колесо прокрутки, логотип Bloody и полоска на месте опоры ладони подсвечиваются, причем колесо светится разными цветами в зависимости от выбранного режима. Оно нажимное, а рядом с ним находятся три режимные кнопки. Две дополнительные кнопки расположены на левом боку мыши и доступны для нажатия большим пальцем или мизинцем, если брать мышь в левую руку. Порт microUSB для подзарядки вынесен на переднюю грань под левую кнопку мыши. В этой модели вместо популярных нынче тефлоновых ножек используются новые накладки с металлической оболочкой, обладающие очень высокой устойчивостью к истиранию. Субъективные металлизированные ножки дают более гладкий ход, чем тефлоновые. Рядом с ними на дне мыши разместилось углубление для хранения приемника сигнала. Оптический сенсор у данной модели открытый, как и в A4Tech Bloody V7MA, в отличие от предыдущих игровых мышек A4Tech. Масса A4Tech Bloody R8A с приемником составляет 117 грамм, что весьма немного для устройства со встроенным аккумулятором. Управлять мышкой можно через программную панель Bloody 4. Специально для беспроводных моделей в ней доступны дополнительные возможности. Регуляция яркости подсветки, просмотр текущего уровня заряда, настройка частоты опроса сенсора, выбор одного определенного канала для передачи данных, постоянный мониторинг мощности сигнала от мыши и включение технологии улучшения сигнала. А виджет, кроме текущего режима и чувствительности сенсора, показывает также уровень заряда встроенного аккумулятора мышки. Зарядка батареи занимает 3 часа 22 минуты, а хватает ее примерно на 21 час при отключенных опциях энергосбережения. Стоимость A4Tech Bloody R8A составляет около 1100 рублей, что весьма недорого для аккумуляторной игровой мыши, да еще и с новыми металлизированными ножками для улучшения скольжения. В остальном, модель по характеристикам соответствует своим сотоварищам из линейки. Отличий всего два, дизайн и поддержка беспроводного соединения, причем с возможностью использовать проводное подключение без прерывания игрового процесса. Ну а обзоры компьютерных мышек и последние новости по теме всегда читайте на компьютерном портале af1cd.ru в разделе устройства ввода.